Здравы, будьте люди добрые! Сегодня мы продолжаем разбирать мифы из книги Каледы. И следующий наш миф будет называться «Смерть Аси Звездинки». Этот миф завершает описание некого периода времени, когда наш бог Велес проходил, назовём это так, обучение в свои уроки в мире Яве, что происходит аналогичным образом и с нашими душами. Этим мифом, в общем-то, заканчивается веда Велеса, посвящённая партнёрским отношениям, взаимоотношениям в паре. Кроме, пожалуй, ещё одного мифа, рассказывающего уже про чадо Велеса и Вилы Сиды. Итак, я прочитаю этот небольшой, но важный по своему содержанию миф, а потом мы его разберём. Как в уральских святых горах, да в великом том Кайлиграде, Велес мудрый бог видел смутный сон, говорил он Аси Звездинки. «Ой, малым мало ныне мне спалось, Мне мало спалось и привиделось, Как слетались о чёрной вороны, Собирались тучи чёрные, И властители четырёх стихий Собирались, соезжались, И судили там и рядили, А звездиночки говорили, Ася смертная, И по праве жить ей Краткий век человека, Человечья жизнь словно искра, Погорит она и погаснет. И, услышавши те слова, опечалилась о Звездинка, Почему должна умереть я, И за что ко мне эта кара, Кто меня теперь защитит? Не волнуйся, ответил Велес, Я властителей умолю, Чтобы жизнь тебе сохранить, Возложу на их алтари, Я сокровища все свои. Но послышался голос Вышня, О, не трать богатство напрасно, Не в ладах ты, Велес, со смертью, Враждовал ты с родом Седуни, И не будет Ася бессмертной. Что ж, готова я мир оставить, Так сказала Ася-звездинка, Если ты меня не забудешь. И явилась о смерти, Звездинки, Ты умрёшь теперь, как и люди, И тебя на ложе печали Велес сын коровы уложит. Не насытившись горьким плачем, Велес бросился в тёмный лес, И на землю пал и забылся. Разбудил его львиный рык, Видит он, вот и львы разыгрались, И тогда он к ним обратился. Почему же вы беспечальны? Где подружка ваша, Звездинка, Что играла весело с вами? Не дождавшись от них ответа, Велес выхватил острый меч И прошёл, как нож между львами, Всех беспамятных сокрушая. А под дом побрёл он лесами, Поднимался в горы высокие, Опускался вдолы широкие, И пришёл к горам Сорочинским, К той великой чёрной горе. Видит он пред собой пещеру, Что закрыта медную дверью. И ту дверь охраняют стражи, Их ужасней представить трудно, Псы, Азарушка и Казар. И сказал им тогда Велесурич, Вы откройте-ка двери стражи, Нет мне более жизни в яви, Я хочу подругу увидеть, То, что ныне сделалось прахом. И ему ответили стражи, Как же ты, сын солнца, пойдёшь, Ничего не видя во мраке? Как печаль идёт прямо в сердце, Я пойду со вздохом и плачем, С тяжкой мыслью о милой Асе. И открылись бесшумно двери, Уступая непреклонной воле, И пошёл в пещеру Шкувелес, И вступил на печальный путь. Много ли, мало ли он ушёл во мраке, Вот собрыжил свет впереди, И открылась о взору долина, И луга, и рощи, и речки. Там плоды свисали с деревьев, И цветы в траве расцветали, Только было всё неживое. Все стволы из чёрного камня, Листья травы из лазурита, А плоды с цветами из яшмы, Из рубина и сердолика. И ту рощу покинул Велес, И увидел чёрную реку, Что текла слезами людскими, И увидел чёрное море, И над бездной той утёс, И узрел на чёрном утёсе дом Без окон, с плоской у крыши. Подошёл к нему Велес, Видит, что у дома заперты двери, Но от слуха его не скрылось, За дверями чьё-то дыхание. Кто здесь, спрашивал Велес громко, Ты ль хозяйка утёса Сида, Та, что здесь богов принимает, Угощает медовой сурьей. Да, я здесь гостей принимаю, Что ты ищешь тут, мудрый Велес? Отчего же ты так печален? Как же, сидушка, мне не плакать? Смерть украла мою супругу Асю, Правнучку Святогора, Потому отныне печально Я брожу по тёмному царству. Мысль о милой супруге Асе Не даёт мне Асу покоя. И пропела тогда Вилла Сида. Год за годом травой растёт, Век за веком рекой течёт. За зимой уйдёт весна, Лето с осенью им во след. После дня наступает ночь, И за ночью идёт рассвет. Круг сменяет круг бесконечно, И ничто под луной не вечно. Сказала так Вилла Сида. То ли ищешь ты, Велес мудрый, Ведь сварок супругу и славой Человека создали смертным. Ты оставь пустые заботы, И развей печальные думы, Выпей лучше ты чашу сурьи. Выходила к нему хозяйка, Чашу сурьи выносила, И увидел хозяйку Велес. Поразился он несказанно. Вот стоит перед ним звездинка, А в руках она держит чашу. Ты ли это? Ася звездинка! Вскрикнул Велес и принял чашу. Это я, великая Сида. Я ж звездиночка, дочь Садко. Я ж не Нилушка Святогоровна, Та, что стала бурей ягою. Так же я, премудрая Вилла, Я и домнушка, дочь Сварога. Так же я, хозяюшка камня, И азовушка золотая. И еще она так сказала. Много раз я в мирах рождалась, Много раз покидала мир, И во всех назначенных жизнях Я всегда тебя находила. Здравствуй, Рамна, Асила, Велес. И ответил ей Велес мудрый, Здравствуй, Сида, Азовка, Вилла. И тогда на черной бездне Зашумели мощные крылья, И явилась им Гамаюн. Вы садитесь ко мне на крылья. И услышали боги Азов, И садился Велес на правое, Вилла Сида села на левое, И они полетели в Ири, К свету белому, К сурье Ра. Вот такой вот интересный миф, Заканчивающий историю Велеса и Аси Звездинки. Для того, чтобы проникнуть глубже В смысл пройденных нами мифов, Относящихся к ведам Велеса, Мы сделаем небольшой обзор, В котором вспомним предыдущие истории, Связанные с Велесом. Но прежде всего, Несколько слов о самом Велесе. Так, Велес, батюшка, Самый ближний к людям наш славянский бог. Я не буду сейчас распространяться О тех многочисленных функциях, Которыми его наделил наш народ, А скажу лишь основное. На самом деле Велес был рожден, Как и наша человеческая душа, Отсоединение материи Зимун И Рода Всевышнего. То есть, это искра Божия, Снизошедшая в материю. Поэтому Велес – один из наших первопредков, Хранящий родовое древо. Родовое древо предков славянариев, Связанный с нашими тотемическими животными, Более всего с медведем И со знаком водолея. Он же хранитель наших душ, Особенно душ предков, Ушедших в мир Нави. Вот тот мир Нави, Который описывался в этом мифе. Поэтому все мы, Приходя в мир Ильяви, Проходим и уроки Велеса также, Ибо мы его потомки, Тоже и по происхождению, И по душевному строению. А теперь вспомним все по порядку. Когда-то вышние боги сказали, Что пусть Велес будет среди нас. И обратим на это внимание, Так как из этого следует, Что наши первопредки являются тоже богами. Они когда-то были среди богов. Когда Велес был среди богов, То пролил ссорью небесную, С неба людям, В заботе о них. И дополнительно, Это обозначало связь людей С высшим миром прави. Чтобы мы знали, кто мы, А не то, что мы сами по себе, Иваны, не знающие родства. Тут же упоминаются Созвездия большой и малой медведицы. Вывод вы делаете сами. А далее вспомним, С чего все началось. А началось с того, Что Велес начал хвастаться Перец ворогом, Отцом Небесным, Будучи на перу богов, Своими земными богатствами И физической, Внешней красотой своей жены. Но можно себе представить, Это все равно, Что хвастаться Своими деньгами и внешностью, Перед самой вечностью, Которая знает, Что такое настоящие ценности, Что вечно на самом деле, А что имеет рождение и разрушение, А значит не вечно. Но то было неведомо Души человеческой. И вот Сварог Сделал Велеса лунным зайцем. То есть, Услал его в мир материи, Вверг в череду перевоплощений В мире яви. И целью этого Являлось прохождение уроков, В результате которых Душа человеческая, Осветив то, То, что мне еще в темноте, То, что она еще не осознала, Должна понять, Что есть настоящие вечные ценности, А что есть временное и приходящее, И рождающееся, И умирающее в мире материи. В чем же была темнота и непонимание? Как и большинство из нас, Это было неправильное отношение К, во-первых, внешности, Физической, видимой форме, Телесной, Особенно то, что касается Взаимоотношений в паре, К своему партнеру. И ведь не даром В астрологической традиции Мир Земли Связан со знаком Тельца. А Велес символически Это сын коровы Зимун И рода Всевышнего. То есть, Это сын человеческий, Душа человеческая, Сын Земли. Но, В нем есть Искра Божия От Отца Небесного. Во-вторых, Это было отношение К земным богатствам. Несмотря на то, Что Велес мудрый, Добрый белый маг, Сражавшийся с черными магами, Предводитель всех волхвов И худезников, Их покровитель, Охранитель природы и зверей, Обладающий огромной силой И большими материальными богатствами. Однако, В вышеперечисленных вопросах Он должен был пройти свои уроки. Так же, Как и все мы с вами. И рядом с Велесом Неизменно находилась Его вторая половинка, Вилла Сида, Приходящая к нему В его скитаниях Под разными обличьями И именами, Дающая ему уроки И спасающая Его верная жена. Как мы это уже Поняли из ее слов, Из вот этого Завершающего мифа. И еще раз вспомним Самое начало Истории Велеса. Мы, конечно, Будем не все Стороны освещать, Но самое основное. В начале Велеса закружила Дочь Дия, Дива, В смертельной пляске И гульбище Иллюзии Мира материи. Именно Дива Это и есть иллюзия. Иллюзия земная. И тогда он Пал мертвым сном. Что значит Умер? Это значит, Что человек Стал ассоциировать Себя только С временным телом. Я Это и есть Тело. А более Нет ничего. Забыв о своей Вечной душе. Ведь силы Дия Это и есть Силы тяги Беземной. Когда мы Впадаем в иллюзию, Что кроме материи Ничего не существует Боли. Ни чести, Ни души, Ни совести, Ни Бога. И тогда Вилла Сида Осталась рядом С Велесом После его падения В мире. Она осталась С ним В мире Темной Нави. Пока он Не перевоплотился Вновь. Кому интересны Эти мифы Мы разбирали Их раньше. Можно найти Их и послушать. А мы будем Двигаться дальше. А далее Виллес Проходит уроки Связанные С телесной красотой, Формой И земными богатствами. Что же это такое, Чтобы разобраться, Что вечно, А что нет. Проходит он Эти уроки Воплощаясь В мире Яве. Виллес Богат и красив. Сын царя. Его вторая Половинка Приходит к нему В виде лягушки. То есть Некрасивой, Но Мудрой, Хозяйственной И горячо Любящей его Женщины. Виллесу этого мало. Все смеются Над ним, Что он женат На жабе Петровне, Так сказать. Он Оглядывается На их мнение, Не понимая, Что богиня В лягушачьей Кожа лучше, Чем снежная королева, Красавица, Но без сердца. Бывает, Что и красивая, И умная, И любит. Конечно же, Такое соединение В женщинах Бывает. И нередко, Особенно В наших Женщинах. Но Виллес Проходит Свои уроки. Ведь просто Так ничего Не бывает. Он Предает Свою жену, За что Черный Мак Кощей, Который, Кстати, Знает Настоящую Цену Жабы Петровны, Наказывает Его Превращать В чудовище. Чтоб так сказать, Тот Прочувствовал Все На своей Собственной Лягушачьей Коже. После этого Виллес Сватается Ко многим Девушкам, Но несмотря На его Богатство, Мудрость, Доброту, Ни одна Из них Не хотела Идти за него Замуж Из-за Неприглядной Внешности. Одна Из них Домна Даже Покончила Со своей Физической Жизнью, Не желая Становиться Женой Чудовище. И Опять-таки Это Домна Это И была Вилла Сида, Которая Словно Бы Учила Своего Виллеса. Ну что ж, Каков Был Тогда Виллес, Такова Была Его Половинка. Они Учили Друг Друг. После Этого Виллес Сильно Затасковал. Единственным Его Утешением Была Ленький Цветочек, Смотря На Который Он Бог В Образе Чудовища, Одинокий Среди Своих Несметных Материальных Богатств, Лелеял Маленькую Надежду На Любовь. Он Остался В Полном Одиночестве И Готов Володать Все Свои Деньги, Все, Что Есть У Него За Любовь Простой, Самой Обыкновенной, Даже Неказистой С виду Девушки. Он Был Согласен Даже На Жабу Петровну, Ибо Эта Любовь Сняла Б С Него Чары. Думаю, Что Аленький Цветочек Это Была Словно Материализованная Искра Надежды, Та Искра, Которая Теплилась В Душе Одинокого Бога, Символически Представленная В виде Цветка. И Снова К Велесу Приходит Его Вилла Сида В виде Обычной Земной Девушки Аси. Она Чувствуя Его Душу Того Кто Внутри А не Снаружи Влюбляется В чудо Юда И снимает С него Колдовские Чары. Белес Вновь Превращается В Бога Не только Внутренний Но и Внешний. Наверное При этом К нему Приходит Понимание Что Красивая Внешность Может быть Обманчива А Настоящую Любовь И дружбу Не купишь За деньги Даже За очень Большие. Главное Для создания Крепкой Семьи Это Душевный Лад Между Мужем И Женой. И Вот Велес Наконец-то Обрел Своё Счастье. Но Ненадолго. Потому Что Ася Земная Девушка. Её Тело Не может Жить Вечно В мире Земном. Велес Уснится Сон Что Ася Скоро Уйдёт. Бог Может Поддерживать Жизнь Своего Физического Тела Гораздо Дольше Чем Простой Человек. Тело Жеземного Человека Начинает Разрушаться Под Воздействием Или От Воздействия Силы Сидуни. То Сил Тьмы. Вот Эти Слова Важно Понять. О Не Трать Богатство Напрасно. Не В ладах Ты Велес Со Смертью. Враждовал Ты Сродом Сидуни. И Не Будет Ася Бессмертной. То Есть Из-за Вражды Велес С Рушат Его. Такова Их Природа. Все К чему Они Прикасаются Разрушаются. И Только Свойства Материи Рождать Снова Компенсируют Это Влияние. Они Способны Влиять На Мир Материи Разрушая Ее. Поэтому Все Что Рождается В Мире Материи Подлежит Разрушению. Из-за Присутствия Здесь Сил Сидуни. Деньги Нельзя Взять С Любовь Преданность То Что Должен Был Понять Велес Через Свои Уроки Ему Говорят Что Не Трать Свои Богатства Все Равно Ася Умрет То Есть Деньги Бессильные В этом Случае Деньги Не Избавят От Смерти Тела Так Можно Назвать Их Вечной Ценностью Имеется Ввиду Материальные Благо Можно Назвать Вечной Ценностью Красивое Тело Это Нам Нужно Пока Мы В мире Земном Проходим Свои Уроки По Различению Вечного И Тленного Чтобы Поддерживать Жизнь Тела Через Которое Душа Осуществляет Свою Деятельность Но Всегда Нужно Помнить Что Вечно А Что Превратится В Прах Ну Здесь Хотя Тоже Можно Понять Что Слишком Уродливое Тело Это Наказание От Мира Седуни Но Получаем Мы Такое Наказание За Гордыню В Прошлом За Гордыню Собственным Слишком Красивым Телом В Прошлом Если Мы Конечно Неправильно К этому Относились И Унижали Других Людей Интересен Вопрос Почему Же Сварог Сладой При Создании Человека В Его Физической Форме Допустили Чтобы На Тело Могли Влиять В конечном Итоге Разрушалось Я думаю Что Такой Процесс Во-первых Стимулирует В человеке Стремление К развитию Например Развивается Медицина Старающаяся Исцелить Тело От болезней Которые Разрушают Его А иногда Болезни Телесные Ведут К духовным Поискам Душа Становится Более Зрелой Осознанной Как говорят Что нас Не убьет То сделает Сильнее Конечно Я не говорю О крайних Случаях Когда Болезнь Быстро И беспощадно Уносит Молодую Только Начинающуюся Жизнь Это На самом Деле Наверное Трагедия И это Ситуации Иные А во-вторых Разрушение Формы Физической Дает Возможность Перевоплощений И познать Радость Материнства Например А А Также Пройти Разнообразный Опыт Разных Сторон Жизни В зависимости От того Какие уроки Должна Еще Пройти Душа В мире Материи Прежде чем Преобразиться Настолько Что будет Готова К развитию В мирах Иных Нематериальных Опять Я говорю Больше О естественном Исходе Когда Тело Разрушается Уже В старости И Человек Полностью Завершился Жизненный Круг Это Мои Предположения Точно Известно То Что Материя Обладает Качествами Рождать И Разрушаться Наверное Из-за Влияния На нее Сил Сиду Как Говорится В этом Мифе Вернемся К Велесу Итак Велес Понимает Уже Что Неправильно Было Хвастаться Перед Сварогом Вечностью Земными Богатствами Ибо Они Не могут Дать Ни Настоящей Любви И Преданности Ни Дружбы Не Вернуть Ему Любимую Жену Если Она Умерла Тело Земное Не Вечно Если Ты Не Бог В Тоске Велес Отправляется Вслед за Асей В мир Нави В мир Мертвых Чтоб Встретить Ее Там А Встречает Вилу Сиду И Он Удивлен Что Она Это И Ася И Азовка И Домна И Буря И И Ни Нила Это Все Одна И Та Же Душа Его Преданной Жены Которая Приходила К нему Во всех Его Скитаниях Мирияве То Спасая То Наказывая Его И Теперь Она Живет Царстве Нави Где Ей Было Положено Жить Родом Когда Она Была Еще Бурей И Гой Велес Узнает Свою Вилу Сиду Но Отныне Он Стал Гораздо Мудрее И Знает Цену Вечным Ценностям Что Это Такое И Теперь Он Знает Что Приходящее А Раз Он Стал Более Просветленным То Его Половинка Тоже Птица Гамаюн Птица Всевышнего Теперь Уже Может Отнести Их Обоих А Не Только Велес Как Было Когда То В Мир Прави В Светлой Ирии Если Происходит Подъем Одной Половинки То За Ней Поднимается И Вторая Так Происходит Подъем К Свету Если В Одной Половинке Есть Мат То И Во Второй Она Есть Значит Кто То Должен Начать Подъем И Помочь Второй Половинки Подняться Иначе Пропасть Для Двоих Либо Ирий Для Двоих А Решать Вам Параллельно С основным Сюжетом Описанным Ведах Велеса Есть Еще Один Маленький Сюжет Связанный С матерью Велеса Мелфой Она Ж Дочь Зимун То Есть Тоже Символ Материального Материи Которая Рождается И Разрушается Если Вспомнить То Даже В те Моменты Когда Велес Находил Свою Женой Женился На ней Несмотря На Енеказистый Облик Буря Яга Лягушка Мать Пыталась Разлучить Их Именно Из-за Внешности Невестки Это Отражает Чисто Материальный Подход Но В конечном Итоге Счастья Это Никому Не Принесло Неизменно Велес Потеряв Жену Из-за Козни Мелфы Становится Несчастным А значит И мать Его Тоже Следовательно Оценка Подходит Кто-то Вашему Сыну Дочке Или Нет В качестве Спутника Жизни Должна Базироваться На том Хорошо Ли Им Вместе Счастливы Ли Они Когда Вместе Уважают Ли Друг Друг И так Далее А вовсе Не на Оценивание Внешности Чисто Физической Формы Познал Так же Велес Разрушительное Действие Слишком Большой Дружбу Ну что ж Наш Батюшка Велес Обрел Наконец Своё Вечное Счастье В лица Вилы Сиды Как это Переводится Мудрая Лесная Царица И отправился С ней В Ирей Видимо Не воплощаясь В мире Яви Боля Ибо Прошел Здесь Свои Уроки А я Заканчиваю Свою Длинную Сказку И желаю Всем Мудрости Благодарю За внимание